Старый Барнаул до сих пор во многом деревянный, и поскольку здание действительно уже некоторым вторая сотня лет идет, у них уже конструкции и электропроводка старая. Птица счастья на оконной раме спасти деревянный терем постройки начала 20 века не смогла. Жилой дом сгорел в конце прошлой недели. В огне погиб мужчина, а с ним и красивейшее здание с большой историей. До революции здесь жила семья, насколько мне известно, по фамилии Соловьевы. Владельцы были этого дома, но вопрос, может быть, они не сами жили, а сдавали, потому что здесь много было доходных домов. Но в любом случае за ним стоит история нескольких поколений. Двухэтажка на водопроводной 109 полыхала в этот вторник. Спасатели эвакуировали четырех человек. В здании находилась дореволюционная казарма царских времен. Вот собственникам таких исторических и ценных домов можно предоставить какие-то от государства льготы, субсидии, какую-то помощь на то, чтобы они сохраняли их внешний вид в хорошем состоянии. Практически параллельно с бараком на водопроводной горел дом на проезде рыночном. Благо в обоих случаях удалось избежать жертв. Причины обстоятельства пожаров в произошедших домах краевой столицы по улице водопроводная Анатолий и в проезде рыночным еще предстоит установить. По данным фактам проводится дознание. Историки и краеведы в очередной раз обращают внимание на старинные дома. Предлагают их все скорее отфотографировать, чтобы хотя бы на снимках будущее поколение могло прикоснуться к истории. Валентина Аскерова, Андрей Печоркин. День с толком.